Информ-Бистро с Николаем Осиповым Обращаем внимание к границу между Украиной и Словакией Как заявлено, все эти деньги будут использовать для борьбы с контрабандой наркотиков, оружия и людей Через словацкую границу США проведут с пограничниками Словакии тренинги по обнаружению незаконно вырытых туннелей и дронов И напоминание, что Словакия граничит с Закарпатской областью Украины Протяженность границ примерно 90 километров Если быстро так посчитать, 3 миллиона 600 тысяч, это 40 тысяч долларов на каждый километр Ну или 40 долларов за метр Внимание, правда, обращает на себя сама цель укрепления границы Есть такое ощущение, оно, вероятно, уже у кого-то на Украине сложилось Что некоторые лица в Вашингтоне хотят покрепче запереть границы Украины Чтобы поменьше людей оттуда убегало, стремящихся уйти от войны и превращение себя в пушечное мясо Продолжаем изучать информационное меню этой недели Конечно, переговоры недели в нем присутствуют Встреча Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана, за которой следил весь мир Сам Эрдоган так сказал, и это действительно так Все в основном обращали внимание на зерновую сделку Ждали, что Эрдоган уговорит Москву возобновить ее Но Москва четко, неоднократно, ну и вот еще раз сказала, что для этого необходимо После того, как сделка подошла к концу А никаких обязательств в отношении России исполнено не было Нас попросили продлить ее, наше участие в ней попросили продлить Опять же, с обещанием немедленно все исполнили Мы продлили, опять ничего никто не сделал Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие С обещанием исполнить данные нам обязательства И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами Они нас опять надули, опять ничего не сделали Ну все, теперь мы говорим Мы не против этой сделки Мы готовы в нее немедленно вернуться Как только будут исполнены данные нам обещания Вот и все Вот сегодня исполнено обещание В течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме Будем выполнять все, что от нас хотят Что же здесь добавить? Ну, если только добавить, что мы всегда договаривались о том Что вот эти коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия Не должны использоваться в военных целях Ну, они, к сожалению, используются С другой стороны, мы это видим Так же, как и предпринимаются попытки атак на турецкий поток И на голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую республику из России Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы А их постоянно атакуют В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки Из портов, украинских портов, черноморских Ну, вот надо обо всем договориться О том, что ничего подобного происходить дальше не будет А обещания данные России будут исполнены Все, мы вернемся У нас здесь нет никаких проблем Просто никаких проблем Ну, на самом деле, встреча в Сочи Еще большой повод для разочарования на Западе Там как раз проблем по этому поводу возникает Потому что Эрдоган упорно не желает рвать отношения с Россией Наоборот, обсуждает совместные газовые и атомные проекты Потому что для него важнее интересы Турции Чем Запада и даже НАТО В которые Турция, конечно, входит Но становиться послушным исполнителем воли Вашингтона Как-то не спешит Это качество, которого давно лишены все остальные члены Альянса Несмотря на трудности, Россия и Турция остаются партнерами Ну, а в Китае эти отношения довольно метко назвали Стратегическим рационализмом А насчет зерновой сделки То, о чем говорил Путин И очень важный момент, на который Россия неоднократно указывала О нем же Сергей Шойгу напомнил на тех переговорах Как это ни странно, но это имеет прямую корреляцию с зерновой сделкой Потому что это одно из тех нарушений В результате которых мы, собственно, вышли из этой сделки Потому что изначально было договорено Что украинские порты не будут использоваться Для совершения актов против нашей инфраструктуры Как военной, так и гражданской По поводу безэкипажных катеров полупогруженных Все видели, не раз освещали это все Только за последнюю неделю Таких уничтожено семь Даже не за неделю, а за пять дней И они делались как раз в три порта Черноморский, Южный и Одесса Ну, а Владимир Путин на неделе предложил создать выставку Архивных документов о преступлениях нацизма Там будут собраны артефакты От начала и до конца войны Речь о Великой Отечественной войне, конечно же Трофейные документы Будут показаны приказы нацистов Подлинные документы о преступлениях Это будет напоминанием тем, кто забыл историю В частности, обращение с советскими военнопленными и мирными гражданами Федеральное агентство, архивное агентство Представило там уникальные подлинные документы Отразившие важнейшие веки национальной истории Многие из них впервые покинули архивные хранилища Даже для увлеченных историей людей Экспозиция стала почти сенсацией Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны Собрать артефакты по ключевым событиям От первых боёв на границе до водружения Красного Знамени Победы над поверженным Берлином Резонансные приказы Ставки и блокадные дневники ленинградцев Акты о капитуляции Германии и Японии А для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы Думаю, жестким напоминанием тем, кто забыл историю Будет демонстрация приказов нацистского командования О варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами Документов о преступлениях пособников Гитлера Разного рода коллаборационистов Документов действительно очень много Вот ФСБ к годовщине освобождения Донбасса Опубликовала протокол допроса бывшего следователя Команды СДФ Сталина нынешней Донецка Юрия Щербакова Его задержали в январе 44-го года На исходе войны фактически На допросе в том же месяце Щербаков показал Что команда СДФ вспомогательная служба При ней официально называвшаяся Служба безопасности СД На генеральный округ Сталина Имела свое отделение во всех крупных промышленных пунктах Донбасса Занималась массовым и методическим истреблением советского народа Действуя по приказам гитлеровского правительства Это цитата из документа И по словам Щербакова, конечно, никаких законов Или правовых норм в СД не существовало И цитирую допросы арестованных советских граждан Не были допросами в обычном понимании Эти допросы заключались в том Чтобы всех без исключения арестованных Следователи СД подвергали Избиениям, истязаниям и пыткам С той целью, чтобы Независимо от того, виновны или невиновны они Заставить их сознаться в преступлениях Против фашистского строя Или порядков, установленных на оккупированной территории Ну а затем расстрелять их, рассказывал Щербаков Арестованных избивали специальными резиновыми и кожаными плетьми Ножками от стульев, избивали с ног ударами кулаков Топтали ногами и зажрелись во всевозможных истязаниях и пытках Сопровождавшихся нередко убийствами, добавил Щербаков По его словам, обреченных советских людей Погружали в специальные грузовики И увозили на шахту 4-4 Бискалиновка На окраине Сталина Где расстреливали, а тела сбрасывали в ствол шахты Помимо массовых расстрелов Для истребления советских граждан Команда СД применяла автомашины Душегубки, в которых людей убивали При помощи выхлопных газов Рассказывал пособник гитлеровцев Причем душегубки и грузовики обслуживались Не только немцами, но и предателями Изменниками родины Родины, которые служили шоферами при СД Ну и сейчас это все пытаются В принципе объявить нормальным Для начала ведь пытались сравнить фашизм и СССР А далее объявить советскую страну А заодно и Россию злом А фашизм по сути реанимировать и оправдать Так что это сейчас прям происходит Несмотря на документальные свидетельства преступления Об этом Путин тоже говорил И все это есть в архивных документах Приказы, отчеты об исполнении этих приказов Фамилии и имена тех, кто это делал Фамилии и имена палачей Вот все есть Надо поднимать и показывать Чтобы не было никакого недопонимания С кем мы боремся Чтобы было понятно и ясно Какие цели мы преследуем И кто является нашим противником Не украинский народ А вот эти нелюди И их последующие Но нужно это показывать Все же есть там Прошу вас обратить на это внимание Борьба с последующими идет прямо сейчас Но возвращаясь к документам Еще можем привести несколько цитат Это допрос от 7 октября 1947 года Бывший лейтенант вермахта Вольфганг Пауль Лесснер Он рассказывает, что являлся членом Молодежной нацистской организации Гитлер Югент Его воспитывали в духе ненависти К славянским народам В принципе, что-то это напоминает Примерно так воспитывали В последние десятилетия украинцев Ну и Лесснер дал показания Об убийствах немецкими военнослужащими Мирных жителей того же Сталина Цитата 13 октября 1942 года Примерно в 12 часов дня Была дана команда Командирам роты Выехать с тремя грузовыми автомашинами В оберфельдкомендатуру города Сталина По прибытии в комендатуру Машины заехали во двор Где уже находились под охраной Люди, подлежащие расстрелу Как я впоследствии узнал Их было 120 человек Мы поставили первую партию К стене двора шахты После чего я подошел К пулеметному расчету И по команде капитана Вайера Дал приказ расчету Открыть огонь И длинными очередями Расстреляли толпу Невинных граждан Стоящих у стены шахтного двора Раздался плач Какие-то выкрики Но рокот пулемета Заглушил это все Остались трупы И кровь расстрелянных людей Таким образом Пулеметный расчет Под моей командой Расстрелял 40 человек Трупы которых Специальная команда Возглавляемая лейтенантом Кинт Сбросила в ствол шахты 4-4-бис Рассказал Леснер И этих убийц Сейчас уже открыто чествует Во многих странах И вот не вчера начали чествовать Посмотрите на все эти Шествия нацистов Из прошлого В тех же странах Прибалтики А тех, кто помогал им Уничтожать людей Служил им Тоже восхваляют Время пошло в каком-то смысле По спирали То, что пытались Осуществить фашисты Захватив Украину Много лет назад Удалось реализовать В наши дни К власти пришел нацизм И президент нацист Об этом Владимир Путин Говорил в беседе С Павлом Зарубиным Можно важное уточнение? Да Ну вот сейчас только что Слышали ваш диалог По поводу того Сколько было убито евреев Пособниками фашистов На Украине Я говорю прежде всего О гражданских лицах В целом В Советском Союзе Ну вот выяснилось Что это свыше 13 миллионов человек Ну а потом уже Отдельный вопрос Был задан по поводу Вот этой трагедии Холокоста И убийства евреев Ну вот тогда логичный вопрос Вот как это все вяжется с тем Что современную Украину Со всем тем Что сейчас там происходит Возглавляют этнические евреи Ведь западные лидеры Все время указывают России Что ну какой же нацизм на Украине Когда вот там евреи во главе Я уже об этом говорил Наверное ничего нового Добавить не смогу Но считаю важным Повторить это А именно то Что западные кураторы Поставили во главе Современной Украины Человека этнического еврея С еврейскими корнями С происхождением еврейским И таким образом На мой взгляд Они как бы прикрывают Такую античеловеческую сущность Которая положена Фундамент в основу Современного Украинского государства И это делает всю ситуацию В высшей степени Отвратительной Тем что Этнический еврей Прикрывает героизацию Нацизма И прикрывает Тех Кто Возглавлял в свое время Холокост на Украине А это Уничтожение Полутора миллионов человек И вы знаете Лучше всего Это понимают Простые граждане Израиля Посмотрите пожалуйста Что они говорят В интернете Преступление киевского режима В принципе сравнило С теми преступлениями Которые много лет назад Совершал фашизм Массовые расправы Преследования По национальному И религиозному признаку Они начали С уничтожения людей На Донбассе А продолжили Уничтожением Населения Всей страны Пленные об этом Сами рассказывают Ну вот Там этим никто не занимается Видимо Наш следственный комитет Будет собирать факты Обращение Преступного С Своими же военнослужащими Командирами ВСУ На неделе Были опубликованы Показания Тех кто побывал На передовой Брошен на смерть Ради этой нацистской власти Вокруг Были двусотые Это просто Был ужас Очень большие потери Это страшно Очень Той ползет Немного Познает Еще что-то Много тел Лежало Их забрать Невозможно Оттуда Командири Заставляли Закапывать Тела Двусотых Прямо на позиции Писали рапорта И Гранили на позициях Чтоб Ну Не выплачивали Денег Семье Там И Родственникам Двусотые Так лежали В окопах Ніхто Их даже Не забирал И Не думал Забирать Трехсоти По окопах Так Більш-менш Якось Ишли Типа До выходу Но им сказали Что вертайся назад Кажись сюда Типа назад Уже не была дорога Парня застрелили Или хотел бежать Или Кому-то С командиром Не угодил Вот и по пьяни Сказали Закопать Даже был один молодой Он застрелился Ну и никому Никакого дела не было Сразу его Тут же Закопали Спишут на потери Ну наверное и все Много Много Очень много потери По дороге Много очень тел Переступаешь Идешь Просто Было очень много Двухсотых Трехсотых Отраненых Еще больше Эвакуации Никакой На позиции Пришли там Прям в окопе Наш двухсотый Кругом Окопал Тоже Лежать Тела Командир Проказал Сочи Кто побежит Будет Расстрел Что Расстрелили людей Да Расстрелы Своих же Заградотрядей Те самые Заградотряды Но Запад Все это Одобряет Одобряет Преступления По отношению К мирным Жителям По отношению К военнослужащим ВСУ Потому что Никакого Осуждения Ведь нет Все Всем довольны Блинкин Доволен Столтенберг Доволен Но вот Свежие заявления От Пентагона Там фактически Одобряют Использование Украины Американских Кассетных Бомб Цитируем Мы видим Как уже достигнут Определенный прогресс В их контрнаступлении Мы наблюдаем Как они используют Кассетные боеприпасы И в каких местах Мы считаем Что они используют Их эффективно И ответственно Но вот Как можно Ответственно Использовать То что Приводит К гибели Мирного населения Даже после Окончания Любого вооруженного Конфликта Многие страны Это знают На себе А Запад Тем временем Пытается напомнить Что он еще Что-то может Что-то из себя Представляет В плане Политическом И дипломатическом Пытаются выжать Максимальный информационный Выхлоп из саммита Двадцатки Байден Буквально в пятницу Уже прибыл Вроде бы спустился По трапу Без последствий Правда вот Лидер Китая Туда не едет Владимир Путин Тоже не едет Устаревший формат Контактов Конечно наша делегация Там будет И китайская будет Но формат неинтересен Есть форматы поважнее Брикс например G20 созданная Западом Для усиления влияния На другие страны На глобальный юг В частности Растеряла как-то Свой авторитет Да Запад все еще Будет пытаться Использовать площадку Ну например Для вербовки стран В свой лагерь Антироссия И конечно пытаться Укрепить влияние Вашингтона В Азии В Африке В других регионах Об этом говорил Сергей Лавров Я думаю Если мы проанализируем Все то что делают Американцы И их союзники По продвижению Своих интересов Под лозунгами Так называемых Индотихоокеанских стратегий То мы поймем Что конечно же Это имеет Одно из главных задач Сдерживания Китая Изоляцию России В этом регионе Но это часть Абсолютно глобального Процесса Экспансии НАТО Во главе с Вашингтоном НАТО уже более года назад Заявило что Альянс Североатлантический Имеет глобальную Ответственность Включая Индотихоокеанский регион Создаются В этом регионе Блоковые форматы Аукус Четверка Япония Южная Корея Австралия Новая Зеландия И все это В общем-то Направлено на то Чтобы подорвать Архитектуру безопасности Которую Десятилетия Создавали В рамках Инициированных ОСИАН форматов Эти форматы Включали на равноправной Основе И США И другие западные Страны И Китай И Российскую Федерацию И Индию И решения Принимались Консенсусом Именно это И не устраивает Вашингтон И его Сателлитов Результаты Восточно-Азиатского Саммита В Джакарте Подтвердили Что Такая Навязчивая Настырная Линия По продвижению Своих собственных Геополитических интересов Далеко не всем Нравится И как я уже сказал В декларации Саммита Которая была Одобрена Единогласно Удалось Отстоять Базовые принципы Осеаноцентричной Инклюзивной Равноправной Архитектуры Но это не означает Что эти попытки Прекратятся Наоборот Мы ожидаем Их активизации И надо быть К этому готовыми Я думаю Что мы будем Работать С нашими партнерами В регионе В пользу того Чтобы не допускать Здесь диктата Стран Которые хотят Исключительно Руководствоваться Своими интересами И приказывать Остальным Что им можно А что им нельзя Ну вот Пытались В Вашингтоне Приказывать Организаторам Этого саммита В двадцатке Я имею ввиду В Индии Пригласить туда Зеленского Правда Индия почему-то Не согласилась Зеленского Приглашать Не стали Ну потому что Очень хочется Украинскую тему Конечно Вывернуть На всех Любых площадках На которых Только Возможно Поэтому собственно Эти площадки Международные И обесцениваются Обесцениваются Форматы Не только G20 В принципе Очередь может дойти За некогда Столпами Международного Права Например Совет Безопасности ООН Что он решает Что там решают Вся повестка Средоточена Вокруг Демонизации России Об этом Напоминал Наш постпред Василий Небензи С сожалению Отмечаем Постепенную Утрату Советам Способности К конструктивному Обсуждению И переговорным Процессам Вместо Поиска Решения Сложных Проблем Что действительно Требует И времени И готовности И идти на компромисс Западные страны Зачастую Намеренно Выбирают Наиболее простой Путь Провоцируя Применение Права вета Или воздержание По документам Ну О публике Аудитории Которая За всем этим Следит Предложен Взамен Выбор Свобод Вы можете Решать Ну Почти Все Например Какого Вы пола Но вы не имеете Права решать Кто тут агрессор И кто диктатор Потому что Мы решили Это уже за вас Россия Не нужны ценности Которые Запад продвигает На парадах В своих столицах Это Лавров Буквально в пятницу Сказал А ведь они там уже В своих ценностях Потихоньку Начали переписывать Например Библию Вот известный ресурс Чат GPT Сгенерировал Фальшивую цитату Из Библии Которую Конечно же Взяли на вооружение Сторонники ЛГБТ Искусственный интеллект Приписал Иисусу Слова Цитирую Не бойтесь Ибо в царстве божием Нет ни мужчины Ни женщины Поскольку все Едины духом Врата царства Моего отца Откроется Для тех Кто любит И любим Конец цитата Программе Изначально Была поставлена Задача Придумать Ну пока что Фрагмент Писания Оправдывающая ЛГБТ Ну там Глядишь Наверное И целую Библию Очередной Евангелие По крайней мере Сочинят От какого-нибудь Персонажа Важного для них Верующие Конечно возмущены Требуют прекратить Подобные дикие игры И на всякий случай Напоминают Что Иисус Вряд ли посоветовал бы Женщине Которая считает Себя мужчиной Ну удалить грудь Или начать Принимать гормональные Таблетки Но кто услышит Вот этих всех верующих Ведь это искусственный Интеллект Он знает лучше Он заменит миру все И веру И закон И даже пропитание Это имитация свободы Конечная цель Западной матрицы Потому что в такой матрице Ты занят чем-то другим И не чувствуешь боли О ней можно только прочесть В редких газетах Вот например Британский телеграф Сообщает что К внезапному озарению Санкции кусаются Но именно Европа А не Россия Болевой порог Который кажется почти безграничным Сталкивается с их Наиболее разрушительными Экономическими И политическими Последствиями Приближается еще Одна зима Цены на энергоносители Опять растут Снова выявляют Трещины в экономике В Германии Тревожатся о вреде Который конфликт Наносит некогда Хорошо смазанной Экономической машине Страны Отчасти зависимы От поставок Дешевых энергоносителей Из России В слове отчасти Тоже кроется Конечно Попытка уйти от проблемы Но всем объясняет Что гораздо важнее Сколько еще миллиардов Получит Нацистский режим В Киеве Вот уже выделенные 43 миллиардов долларов Закончатся В конце этого месяца И несмотря на Неизменную поддержку Зеленского Байденом Дальнейшую помощь Нельзя считать Делом решенным Публикуют СМИ Кроме того Зеленский Не может знать Что предпримет Дональд Трамп А вдруг он победит Тогда миллиардов Может не быть Трамп Который По некоторым данным Не жалует Украину Дал понять Что сразу же Будет добиваться Урегулирования конфликта Как стать И венгерский Орбан Он считает Что санкции Причинили больше Вреда Европе Чем собственно Путину Но там же В Телеграф Приводят В пример Очередной Обезболивающий Укол от Брюсселя Что там говорят Санкции делают Своё дело Они способствовали Налогово-бюджетной Финансовой дестабилизации России Отрезали страну От ключевых рынков Снизили её Военный, промышленный И технический потенциал С августа 22-го года Правда ЕС полностью Прекратил импорт Российского угля А поставки нефтегаза Из России Сократились А к концу 25-го года Полностью остановится Ну и вера в то Что Европа Может выйти Из ситуации Относительно невредимой Всегда была самообманом Также иллюзорными Были и ожидания Что санкции Сломят Путина Продолжать ожидать Этого момента Боюсь абсолютно Бессмысленно Заключает Автор публикации В Телеграф Ну и дальше Конечно не менее Интересные прогнозы А что будет Если все-таки Начнется полномасштабная Война с НАТО Куда денутся Все эти преимущества О которых сейчас говорят Блинкин Столкенберг И прочее Сейчас будем слушать новости Потом продолжим Информ Бистро Соловьев Лайф И снова здравствуйте Я Сергей Мордан Телеграм-канал Мордан Продолжаются танцы С бубнами Вокруг зерновой сделки Кто бы сомневался Сегодня Проявила себя Организация Объединенных наций Вот вчера Мы тут обсуждали ЮНЕСКО Это еще одна такая старая Вроде бы как Уважаемая структура При организации Объединенных наций Но и сама ООН За последние десятилетия В общем Так сказать Утратила в глазах Широкого общественного мнения Понятный смысл Периодически Крупные государства Привлекают эту структуру Ну для каких-то В общем Для решения каких-то Сложных Дипломатических задач Где нужен посредник Которого Уважают все Который может взять На себя определенные Обязательства Который эти Обязательства Исполнит Ну и в общем Как-то срастется Вот собственно Для чего Нужна ООН Как я это понимаю Главным образом То есть Прикладная ценность Нет Это совсем не здание В городе Нью-Йорке Где собирается В общем Какая-то Международная бюрократия Куда приезжают Всякие дипломаты Или даже президенты Толкают там речь Которую никто Не слушает никогда И разъезжаются Обратно заниматься Своими делами Нет Это все ерунда Это все для телевидения Это все для газет Польза от этого ноль А вот иметь Такого универсального Посредника Площадку Место Где можно договариваться Вообще В человеческой истории Подобного рода Институции Они существовали То есть вокруг них Цивилизация По большому счету И формировалась Там Но в древности Это были какие-то Религиозные центры Вокруг которых Потом формировались Первые государства И так далее И так далее И так далее Вот эта вот Вещь Которая по идее Могла в какой-то степени Заменить и государство Превратилась В общем В нечто непонятное Она была у нас На слуху Более полугода Пока вот обсуждение Этой зерновой сделки Было И сделка была Закрыта Россия Приостановила Своё участие В ней И вот Товарищ Гутерриш Снова сказал Что он Всё Порешает А вот может ли он Что-нибудь порешать Или нет Это вопрос Зададим его Андрею Бакланову Председателю Совета Ассоциации Российских дипломатов Бывшему послу России В Саудовской Аравии Профессору Высшей школы экономики Андрей Глебович Здравствуйте Здравствуйте Вот не хотел бы Точно я Никаких Обидных Или даже Двусмысленных слов Говорить про Гутерриша Но вот как вы думаете Вот это вот его Там Ну Очередное появление В мировой повестке О том что нужно вернуться И мы сейчас Всё решим И в общем Какие-то новости Появились Там Утечка информации В бильд С вашей точки зрения Вообще Это самостоятельная игра Руководства ООН Либо их используют Другие игроки Которые задействованы В этой истории Ну и вообще Чем она на самом деле Может завершиться Завершиться Прошу вас Ну в чём сейчас Существо проблемы Существо проблемы Заключается в том Что Условия Хорошо сформулированных Документов Вот этого Сделки Сделки Связанные Связанные с выполнением Западом То есть западная сторона Вот всё то Что он перечислял Именно оттуда Должны Прийти Согласия На то Вот Чтобы Всё же Закрутилось Чтобы наши корабли Пропускали Чтобы была Страховка Обеспечена И так далее И так далее Вот О степени готовности Западной стороны А в этом вся проблема Ничего не известно Это мы знаем Только со слов человека Который Показал Себя крайне Вот я как дипломат Могу сказать У меня уважение к нему На нулю полностью Вот За что он брался Когда был Секретарём По беженцам Социнтерну Помогал Всё загробил Там Понимаете Он за что не брался У него всё не получалось Работа в организации Объединённых наций Тоже привела К тому Что Ну Упало ещё больше И без того Невысокая Авторитетность Этой организации При нём Это самый плохой Генеральный секретарь Из тех Которых Я например Помню Поэтому Вот Очень хотелось бы Конечно верить Что что-то сдвинется Но это сдвинется Не благодаря Его грипучей деятельности От неё мало чего Зависит Только в том случае Если западники Исходя из своих Корыстных интересов Вынуждены будут Уступить нам Вот это Будет Любопытно Но Лучше конечно Чтобы напрямую Они нам дали Об этом знать Для этого Каналы все существуют И финансовые Другие люди Они знают Как с другом Связываться Телефоны есть И так далее Знают Как почту Использовать Нам нужны Заверения Не Гутерриша А заверения Западной стороны Андрей Глебович Вот О чём бы я хотел Вас спросить Вы Вот всю жизнь На дипломатической Службе Вы человек Который Вот Все эти метаморфозы В мировой политике Нам наблюдали Своим глазами Вот с вашей точки зрения У ООН Запаса жизни Вообще Сколько осталось И вообще Есть ли у них шанс Ну превратиться В нечто такое Соответствующее Там Нашему уже Времени Там Не Начало 90-х Не концу 80-х Я даже не знаю Вот Какую тут аналогию Провести Глядя на Гутерриша Ну вот Что-нибудь другое Мир В котором Саудовская Аравия Начинает Ну например Там Решать Вопросы Мировой политики В котором Бывшие Там Ключевые Западные Страны Там Воюют За внимание Индии Где Китай Превращается В главного Геополитического Игрога И так далее И так далее И так далее И вот На фоне всего Этого Такого Абсолютно Изменившегося Там Глобального Ландшафта Существует Такая Очень старая Там Не знаю Очень архаичная Структура Как ООН Вот Была Сконструирована В совершенно Определенных Обстоятельствах И эти Обстоятельства Стали Достоянием Истории Она Сохраняется До настоящего Времени На всякий Случай Для нас Она Сейчас важна Только в том Плане Что Дает Очень ценную Для нас Возможность Озвучивать Наши точки зрения При полной Информационной Блокаде Нашей Которой На Западе Все-таки ООН Площадка Дает Возможность Выступить Так Чтобы О нашем Подходе Было Известно Каких-то Решений Оперативных Вопросов ООН Не Состояние Сделать Вот это Все Реформирование Это разговоры Пустые Абсолютно Потому что Сделать Новые Там Фактор Фактор Чисто Субъектив Ну Те Кто Там Работали Они Всегда Как с уважением Вспоминают Эти годы И тоже Поддерживают Вот На плаву Эту Организацию Но Мы Сами Видим Что Процитировать Что-то Реальное Что за Последние Годы Он Сделал Мы К сожалению С вами Не Состояние Не Можем И Из-за Него Мы Не Будем Отчитываться Скажите Пожалуйста Ну Вот Про Зерновую Сделку Договаривались Люди Очень Взрослые Очень Опытные Там Аккуратно Относящиеся К собственному Времени Ну Я имею Ввиду Прежде всего Путина И рядом Там Был Эрдоган Человек Тоже Очень Амбициозный Который Ну Как минимум Там Последние 20 лет Серьезно Занимался Внешней Политикой А им Зачем Нужна Была ООН Вот Для чего Вот Просто Вот Как Свадебный Генерал Или Действительно Какой-то Функционал На эту Структуру Все равно Возлагался Вот Развитие События Показало Что Для Эрдогана Как раз ООН Нужна Была Почему Потому Что Вот Получилось У него Ряд Было Так Сыть Вариантов Ну Во-первых Один Который До конца Сам Не верил Друг Получится Потом Что Не Получится Вот Тут ООН Для него И Нужна Была Если Не Получится То Не Получится Это ООН А Он Вроде Б Старался Что То Он Дел Да Он Сейчас Кстати Говорю У него Какая-то Часть Сделки Она Может быть В качестве Отдельного Фрагмента Реализована Но Вот Он Стрелку Перевел На ООН Которую Он Всегда Последние Годы Критиковал Вот И Поэтому Он Ушел От удара Это Кстати Показывает Насколько Он Умный Хитрый Дальновидный Политик Ловкий Я бы сказал Ловкий Вот Очень Правильное Слово Именно Ловкий Отличное Русское Слово Очень Емкое Жалко Оно Почти Не в ходу Сейчас И вот Я просто Еще раз Смотрю На эту Ну Явно Организованную Утечку Письма Гутерриша Через Бильд Вот Ну Например Вот я возьму То что здесь Сверху Важное Во-первых Генсеку Он Предлагает Отменить Санкции Против Россельхозбанка Вроде бы Как уже Какая-то Реакция Появилась От Свифт О том Что Россельхозбанк Может Подать Ну Точнее Дочка Россельхозбанка Может Подать Заявку И она Будет Рассмотрена Я вот Честно говоря Когда эту Новость Увидел И вот Она Сразу Стала Обрастать Какими-то Деталями У меня Честно говоря Возникло Такое Отчетливое Ощущение Что Ну Продюсер Находится Вот За кадром Его Не видно И Гутерриш В данном Случае Просто Играет Такую роль Актера Второго Плана Ну Вот Которому Да Нужно Выйти На сцену И сказать Кушать Подано А дальше Опять Вот Главные Исполнители В спектакле Будут В общем Что-то На сцене Делать Вот Оно Может иметь В таком Контексте Какое-то Продолжение Как вам Кажется Или нет Или Там Россия Все равно Будет Дожимать Вот Абсолютно Новый Формат Новых Участников А вот Это Вот Все Протухло И Придется Это Бросить Вот Ваш Прогноз Каков Вы знаете Еще На Западе И ООН Как-то Считают Что В общем-то У русских Есть определенная Доза Легковерности И Вот Этим Можно Воспользоваться Ну Смотрите Год Продержалась Эта Сделка Нас Обманывали С первого Последний День И мы Мужественно Держались Андрей Глебович Извините Я вас Перебью Пожалуйста Но вот Правда Вот Это Вот Значит Такая Маска И Месседж О том Что мы Значит Такие Тут Сироты Слабоумные Что Нас Все Обманывали Ну Вот Вы В это Верите Что Кто-то Верил Вот Там В Обещание Ну Вот Правда Вот Честное Слово Там Можно Обмануть Путина Правда Ну Хорошо Ну Давайте Возьмем За основу Реальные Факты Давайте Не выполнялась Вот Эта Сделка И Мы Все-таки Ожидали Ждали Не три Месяца Не шесть Что Вполне Было Логично Год Поэтому Мне кажется Что Вот Наши Коллеги Которые Сделкой Занимались Они Были бы Бить Тревогу Более Жестко Гораздо Раньше Я Например Вижу Определенные Здесь Совершенно Четкие Политико Дипломатические Недоработки Не дожидаться Года А заранее Вот В принципе Здесь что может быть Здесь может быть Такая Достаточно Серьезная Вещь Это Попытка Опять Заболтать В очередной Раз Подвинуть Нас на то Чтоб мы Чего-то Как-то Где-то Подоступили А потом Оказывается Что нет Не получилось Вот Я думаю Надо придерживаться Той линии Которую Озвучил Наш президент Он сказал Что Сейчас Ситуация Заключается В том Что нужны Ни слова Ни заверения И даже Ни документальные Заверения Абсолютно Конкретные Факты Разрешение Конкретное С таким-то Номером В отношении Прохода Наших судов Разрешение С таким-то Номером В отношении Использования Свифт И так далее То есть Чисто Технические Решения И здесь На 100% Эти решения Принадлежат Не ООН Никакой Как промежутной Такой Инстанции А западным Странам Причем еще раз Я говорю У нас Ну понимаете Как-то там Западные Страны Там Россия ООН Но на самом деле Это люди Которые друг друга Отлично знают Взял Позвонил По телефону В Москве В Москву И сказал Что завтра Я подошлю Тебе Вот Документ И свит Вот например Там Что мы готовы Через такой-то банк Провести Ваши сельхоз Вот эти вот Все Бумаги И все Все дела Ну Прошли парень И реп Нет Это вот Обставляется Через ООН ООН Уступает Утешке Информации Понимаете Думаю Если Есть степень Какая-то готовность Ее реализовать Ничего не стоит Техническими путями Без всякого Механизма Организации Объединенных наций Вот Задам вам вопрос Именно как дипломату То есть Мои представления О том Как устроена дипломатия Это в общем Авантюрные романы Но мне почему-то Кажется Что Настоящая дипломатия По-прежнему Делается Именно в тиши Кабинетов С полной Звукоизоляцией Где Джентльмены Средних лет В общем Решают Судьбы мира У вас Вот нет Такого Ощущения Что вся Эта история С зерновой Сделкой Причем Вот такая Вот ее Демонстративность Ее публичность И ООН Специально Сюда Привлекли Ну чтобы Так сказать Глобальную Значимость Приподнять Что мы тут Значит Спасаем Голодающие Страны Какие Голодающие Страны У кого Есть деньги Тот зерно И покупает А остальные Едят Батат Я так Думаю Что все Это в общем В рамках Какой-то Такой Не очень Понятной Конспирологии Ну например Такая версия Военные действия Происходят Ну помимо Всего прочего На территории Которые Действительно С точки зрения Мировой Продовольственной Безопасности Является Стратегически Важным Регионом Это соответственно Юг России И плюс Украинские степи Вот как бы Зона больших Черноземов То есть Если здесь Вот что-то Происходит Да Цены Взлетают Вверх Все идет Значит В хлам Меняются Системы отношений И так далее И так далее И так далее Вот я почему Вас и спросил Что вот Честно говоря Там у меня Вот это вот Значит Наша песня Про то Что нас постоянно Обманывают Ну как-то вот Кто-нибудь в нее Верит вообще Или нет Вот в мире По-настоящему Дипломаты Не газетчики Глупые А дипломаты Ну Все верят В факты Понимаете А не в интерпретации Факта Вот Все о чем Мы с вами говорим Все-таки Это борьба Интерпретации Это такая Психологическая Борьба Вы правы Что Действительно Реальные вещи Реально делаются Тихо Мирно Без обращения В прессу И даже Вот И даже без ООН И даже без ООН Но Здесь На двусторонней основе Это все Очень несложно Сделать Технически Это технические Вопросы Но они обрастают Большим количеством Совершенно Ненужных Таких Поделительных Психологических Пассажей Понимаете Завывания И так далее Во многом Конечно Это связано С чем Это связано С тем Что Очень системно Продуманно Масштабно Идет Борьба Направленная На Все Возможные Элементы Дискредитации Нас За Любой элемент Не возьмись Обязательно Что-то такое Нам в укор Вот Вы знаете Я часто Даю Интервью На Арабском На английском Языке Ну вот В их вопросах Вы знаете Что Там Дельные люди Сидят Хорошие Журналисты Тем не менее Вот у них Первый вопрос Почему Россия Решила Выйти Из сделки Ликвидировать Сделки Сделать так Чтобы нанести Вот такой Урон Тем Кто хочет Кушать В странах Африки Вы понимаете Даже Само Формлев Вопрос Показывает Что Вот эту Наживку Проглотили Поэтому Игра Стоит Свеч Вы Знаем Факты Удивляетесь Ну вот Такой Ликоверности Но Это Не Очень Ликоверность Они Живут В этом Мере Препарированной Такой Информации Изо дня В день Поэтому Они Легкая Добыча Даже Такие Здравомышленные Достаточно Люди Если Целый день Обрабатывают Они Друг Друг То Конечно Начинают Во все Это Верить Да Человечество Испортилось Верить Во всякую Чепуху Андрей Глеб Спасибо Большое Спасибо Что Вышли К нам В эфир Андрей Бакланов Председатель Совета Ассоциации Российских Дипломатов Бывший Посол России В Саудовской Аравии Профессор Высшей Школы Экономики Человек Ну Более Чем Компетентный В вопросах Как на самом деле Делается Мировая Политика И как Работают Дипломаты Не так Конечно Ну а по поводу ООН Ну а что Что-то новое Это Мертвец ООН Это Такой Вот То есть Его бесполезно Даже подпитывать Те платежи Которые В бюджет ООН Делают Страны И Россия В том числе Это абсолютно Выброшенные Деньги Вот Но Кто первый Рискнет Так сказать Свою Трубку Из этого Туловища Выдернуть Я не знаю Ну точно Это будем Не мы Россия На это Конечно Вряд ли В ближайшее Время Решится Американцам Тоже в этом Нет никакого Резона Они вполне Себе Научились Использовать И эту площадку В своих интересах Они профессиональные Коммуникаторы В общем Вот эта вот Массовка Огромное количество Независимых Государств Ну каких Независимых Господи Боже мой Ну каких Государств Ну то есть Все это Одна Сплошная Ложь От начала И до конца С момента Основания И до сегодняшнего дня Вот в момент Основания Там было всего Два По-настоящему Независимых Государства Которые ООН И создали Это Были Соединенные Штаты И Союз Советских Социалистических Республик И вот Огромная Там Бесконечная Большая Массовка Которая Присягала Одному Суверену Или другому Суверену В том числе И Китай Кстати На включении Которого Совет Безопасности Настоял Сталин Ну и так далее И так далее А сейчас Тем более Вот собственно И все Участие ООН В зерновой Сделке Или в любой Другой Сделке И вообще В любых Других Мировых Вопросах Вот так Вот так Вот так Соловьёв Лайф